С вами сценарий кончания войны, как война будет дальше продолжаться. Буду обговаривать с Олегом Ждановым, военным экспертом, он уже с нами на связи. Олег, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Давайте сначала начнем с общего. Да, многие журналисты, распространяя заявление Киссинджера в Давосе, скажем так, не вдавались в подробности. После этого начались неправильные трактовки, по моему мнению, заявления господина Киссинджера. Он в Давосе, в том числе, говорил о необходимости возвращения на позиции до 24 февраля 2022 года. Теперь же он говорит еще о новых сценариях окончания, продолжения, как правильно так сказать, войны Российской Федерации против Украины. Давайте, вот, общее ваше впечатление об этих сценариях. Насколько все эти три сценария реалистичны, исходя из нынешних позиций, как в НАТО, в Украине и в Российской Федерации также? Ну, я думаю, что первый сценарий в закреплении на тех позициях, которые достигла сегодня Российская Федерация, он не реалистичен на сегодняшний день. Потому что это действительно будет означать проигрыш Запада, чего Запад сегодня допустить не может категорически. Второй, третий сценарий имеет место быть и, к сожалению, второй сценарий выхода на, точнее, третий сценарий выхода на границы 24 февраля, он вероятен. Но, опять же, тут я скорее скажу, что это будет проигрыш Запада, потому что получится, что война, ну, сходили на прогулку русские туда и обратно. И мы такой ценой не достигли результата в плане освобождения своих территорий и восстановления суверенитета. А третий сценарий, который второй идет по списку, выход на границы 91-го года, включая Крым, вот это, на мой взгляд, самый приемлемый для западного сообщества сценарий. И именно на этот сценарий будет настаивать Западный Альянс. Причем я во втором сценарии вижу полное перевооружение армии Украины, о чем было объявлено и на саммите НАТО, о чем было заявлено и другими странами, нашими партнерами. Но вот вопрос, как бы, вступления Украины в НАТО или оставления Украины в качестве партнера, я больше склоняюсь к тому, что, скорее всего, нас оставят в качестве партнера. Единственное, что в этих сценариях, которые отписывает господин Киссинджер, нет ядерной кнопки. Ну, это если брать вот в общем, да, нет ядерной кнопки, которая есть у Российской Федерации. Нет этого пункта, при котором Владимир Путин, окончательно свихнувшийся, если он это сделает, нажмет красную кнопку ядерную, ну и тогда начинается Третья мировая ядерная война, в которой победителей точно не будет, как среди жителей условной Флориды, так и среди жителей условного Хабаровского края, например, Хабаровского края. Вот этот вариант, насколько он реалистичен, ведь о ядерной кнопке говорили раньше российские пропагандисты. Эта тема, ну давайте так, в начале полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины, она активно обговаривалась о том, что исходя из неудач России на фронте, после выхода из Черниговской, Киевской областей, Харьковской частично, в России могут предпринять такой удар, как это говорили, небольшой удар по Украине именно ядерным вооружением. Смотрите, эта тема постоянно всплывает и, знаете, да, к волнами эмуссируется, в основном, кстати, со стороны Российской Федерации. Мы понимаем, что они пытаются таким образом восстановить баланс сил и баланс имиджа России на международной арене, но это не приводит к ожидаемым результатам на сегодняшний день. Я думаю, что, опять же, смотрите, мы возвращаемся к задачам войны. Запад сегодня не может проиграть. Запад в этой войне, ну, Запад ведет холодную войну с Россией. Запад в этой войне сделал ставку на победу. Если они в первую холодную войну все-таки уступили Советскому Союзу и дальше пошли договоренности, то в этот раз никто уступать не будет. И, на мой взгляд, все силы западных разведок направлены именно на отслеживание вообще темы, не просто ядерных боезарядов и мест их хранения, а темы ядерной войны или ядерного удара, чтобы она не поднималась в Кремле. Как только в Кремле реально в кабинете заговорят о том, что, может быть, нанести ядерный удар даже тактическим оружием, поверьте, Запад это будет знать и примет меры, чтобы эта война не началась. Потому что все прекрасно понимают, что эта война может действительно стать последней для человечества на планете Земля. Поэтому будут приняты все меры, и это отслеживается, чтобы это... Вспомните заявление Великобритании и заявление Соединенных Штатов, когда вот была такая самая большая волна на второй месяц войны, что вот-вот Россия готова применить ядерное вооружение. Особенно очень резко-резко отличилось заявлением Британии, о которой сказали, они вообще взяли оружие массового поражения, то есть даже химическое оружие сразу исключили, сказали, что если будет попытка применения, Британия даже не будет проводить консультации в рамках НАТО. Они просто нанесут превентивный удар, ну и думаю, что обычным оружием, и это имелось в виду для предотвращения применения оружия массового поражения. Поэтому мир сегодня не готов, вот как Путин сказал, все сдохнут, а мы в рай, так вот я думаю, что мир сегодня не готов, ни в рай, ни просто сдохнут. Вы сказали такую фразу, Запад не готов проиграть. Если бы я был российским пропагандистом, я бы сказал, ага, получается все-таки Запад руками украинцев пытается убить Российскую Федерацию, создавая на территории Украины антироссию. Нет, не совсем так. Ну, идет война двух плоскостей, понимаете. Идет война в геополитике по выбиванию Российской Федерации из политического, мирового политического олимпа. То есть ее максимальное ослабление и максимальная ее локализация из-за того, что Россия превратила, сама себя превратила в империю зла. И идет, я бы ее назвал, национально-освободительная война Украины в защите своих интересов, суверенитета и территориальной целостности от агрессии Российской Федерации, от оккупации российской или поглощения Российской Федерации. Поэтому тут надо рассматривать, что у Запада своя война на геополитическом уровне, и это холодная война, это не горячая фаза войны. И у нас своя война, которая идет именно в самой горячей фазе в плане войны за выживание Украины. Загнанный зверь, раненый зверь, он всегда, как по поговорке, он опасен вдвойне. Российская Федерация, экономика которой хорошо получила по зубам, как и военнослужащие Российской Федерации, хорошо, скажем так, гибнут на территории Украины, судя по сводке ежедневного Генерального штаба Вооруженного силы Украины. Тем не менее, несмотря на такие колоссальные потери, как в войне непосредственной, так и в экономическом плане, в Российской Федерации все чаще говорят о расширении агрессии. Один из последних аспектов — это Литва. Давайте так, мы уже так расширяем, собственно, тему сценариев военных, просто потому, что, как говорит и президент Украины Владимир Зеленский, что эта война не только против Украины, это война против цивилизованного мира. Это если Украина падет, пойдут и следующие государства. Пойдет Молдова, пойдет Польша, пойдет Литва, Латвия, другие государства, которые являются близкими к Украине, и которые очень нервируют Российскую Федерацию, скажем так. Почему, как вы считаете? Несмотря на то, что так называемая специальная военная операция, которую начала Российская Федерация против Украины, не является успешной, ну, по крайней мере, такой успешной, как видели ее в Кремле, тезисы о расширении агрессии, они также витают, как в Кремле, ну, по крайней мере, об этом заявляют представители политикума Российской Федерации. Пропагандисты российские также об этом говорят. Мы там Литву за три дня возьмем. Слушайте, вы там осторожнее, вы там транзит. Все-таки откройте, наверное, в Калининградскую область наш анклав. Подобные мессенджи, они все еще идут, они есть более того. Несмотря на то, что в Украине успехов особых нет. Да, есть временно неподконтрольные территории Украины, но планы-то нереализованы, первостепенные. Так почему, откуда вообще появляется тема Литвы? Это не просто тема Литвы, это просто Литва попалась на острие атаки. Вот так бы я сказал. Кстати, по поводу раненого зверя, то если брать принципы охоты, то раненого зверя добивают. Всегда догоняют и добивают, не дают ему уйти. Или преследуют, пока он не падет сам, не выпускает. Так что тут очень хорошее даже, на мой взгляд, сравнение, что если это раненый зверя, то его надо добить. Смотрите, в чем проблема? Проблема в том, что Путин прекрасно понимает, что сейчас он сам себя атаковал, и он сам запустил на уровень нашей страны. И переговорный процесс, если он и будет, ему придется вести с Киевом. Москва должна будет напрямую разговаривать с Киевом. Для Путина это унизительно. Это одна из целей Запада, которую он ставит перед этой войной. То есть опустить Путина на уровень, допустим, Украины. Путин хочет себя легитимизировать, вернувшись на олим. Как это сделать? Надо спровоцировать НАТО. Надо поднять ранг войны до мировой. Как это сделать? Только через вступление в войну НАТО. Литва есть одной из стран-членов НАТО. Так вот, если Российской Федерации в результате всех этих угроз, военных, политических, экономических, удастся спровоцировать НАТО на первые выстрелы, все, Путин поднимает уровень войны до мировой, объявляет, допустим, альянс о самом агрессивном блоке на планете, трубит во всех организациях, что на Россию напали, но и тут же предложит переговорный процесс по урегулированию этой кризисной ситуации. И тогда уровень переговоров Путина куда уходит? На мировой олимп. То есть, те же руководители НАТО, это Джо Байден, Макрон, Шольц, и первые лица, уже не Киев будет участвовать в переговорах, не наш президент, а уже мировые лидеры. Вот чего добивается Путин. Вот зачем ему нужна страна НАТО. Он ни в коем случае не будет воевать с НАТО. Ни в коем. Потому что он понимает, что силы не равны. И вот я почему говорю, что в этом контексте вряд ли когда-нибудь Россия сделает первый выстрел в сторону НАТО. Ну, я гипотетически говорю про первый выстрел. Но он будет провоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировой уровень. Тем временем силы быстрого реагирования НАТО увеличиваются с 40 тысяч до 300 тысяч. Это только быстрое реагирование, скажем так. Увеличивается количество военнослужащих, увеличивается количество техники. Что также очень важно, это небольшие итоги саммита НАТО в Мадриде, который проходил буквально на днях, скажем так. Окей, есть такая информация. Ну, если говорить исключительно, собственно, о Литве, мы можем сейчас показать информацию из СНН о том, что там говорят, что жители Литвы готовятся к вторжению Российской Федерации. Материал как раз СНН, говорится там, что есть опасения. Если Украина падет, только после этого Россия продвинется через Сувалский коридор. Это как раз участок Литвы, там небольшой, между Российской Федерацией и Белоруссией, между вот как раз государствами. Многие аналитики рассматривают коридор как слабое место в обороне НАТО. Именно за счет него Россия за несколько дней способна блокировать и Литву, и другие государства Балтии. Сейчас литовцы массово записываются в добровольное, как это говорят, территориальное ТРО в Украине, да, это территориальная сила территориальной обороны. Собственно, аналогичная история и в Литве, скажем так, и, естественно, там со своими моментами. Ну, так оно называется. Подобные структуры также существуют туда, также литовцы записываются. Один из инструментов, который Россия может использовать против стран НАТО, это Беларусь, по крайней мере, вот так говорят ваши коллеги, военные эксперты в том числе. Мы можем сейчас показать бойцов 38-й Брестско-десантной штурмовой бригады. Недавно в соцсетях появилось видео вот этих вот бойцов, которые тренируются. Подпись под видео, которую вы сейчас далее увидите. Если работают бойцы 38-й Брестско-десантной штурмовой бригады, значит, будет горячо. Вот такая вот подпись была под этим видео, где, я не понимаю, то ли танцуют, то ли разминаются бойцы-десантники Беларуси, то ли это какие-то показательные выступления. Шифер головой разбирают, под горящей скакалкой прыгают. В общем, я не понимаю, к чему готовятся десантники белорусские. Точно не к военным действиям, по-другому, собственно, и не скажешь. А Беларусь может быть использована как вот этот момент, который может спровоцировать Литву, страны НАТО? Либо же Беларусь вообще не рассматривается Российской Федерацией как элемент провокаторский и против стран НАТО, и против Украины, кстати? Беларусь рассматривается со стороны России, Беларусь рассматривается как составная часть союзного государства. По-другому, Россия уже на Беларусь никак не смотрит. Единственная проблема – это заставить Лукашенко отдать приказ на вступление белорусской армии в войну. Дальше все произойдет автоматически, армия уйдет под контроль. Объединенного штаба на базе Генерального штаба Российской Федерации, Объединенного штаба сил безопасности союзного государства. Ну и политическое объединение остается там просто формальностью в подписании документов. Думаю, что именно Беларусь может стать инструментом, который будет провоцировать НАТО. Допустим, я не исключаю вариант, как это было, допустим, в годы Холодной войны, когда танки Беларуси будут ездить вдоль пограничных столбов польской или литовской границы и провоцировать НАТО, возможно, даже делать холостые выстрелы в воздух и провоцировать НАТО на какой-то агрессивный акт против уже армии союзного государства. Да, такой вариант абсолютно не исключаю. И такой, возможно, даже и спецназ, видите, это больше похоже на театрализованное какое-то действие, чем на работу реального спецназа, вот, тоже готовится к тому, чтобы провоцировать НАТО. Ну, кстати, вот говорят об увеличении в 300 тысяч, более 300 тысяч присутствия НАТО на силах быстрого реагирования НАТО. Такое увеличение было в годы Холодной войны. Тогда, правда, было чуть больше, больше 400 тысяч. Они поставили на границы социалистического лагеря, стран социалистического лагеря и стран капиталистического мира. Вот сейчас 300. Но мы с вами говорили о том, что в Латвии и в Эстонии стоят батальоны войск НАТО. В Латвии немецкий батальон танковый, а в Эстонии стоит американский мотопехотный батальон. Так вот, там же в этом решении об увеличении численности сил быстрого реагирования прописана еще одна интересная строчка. Батальонные группы должны быть увеличены до бригадных. То есть эти батальоны будут развернуты в бригады. А силы быстрого реагирования — это войска, которые готовы вступить в бой в течение нескольких часов. То есть их реакция должна быть мгновенной. Поэтому я думаю, что такое усиление, во-первых, обезопасит страны Балтии. А второе, ну вот будет, наверное, такой разыгрываться спектакль. Но это при условии, если в Украине будут успехи у Российской Федерации. Если успехов не будет, мне кажется, вряд ли Россия начнет сама себя растягивать на два фронта. — Мы так отошли от темы господина Киссинджера, да, и главная тема нашего разговора с вами — это сценарий окончания войны. Тут больше мы, скорее всего, говорим о сценариях расширения войны. И не только против Украины, против других суверенных демократических государств. Но закончить я предлагаю как раз на теме окончания войны. Один из аспектов окончания войны, один из важнейших элементов — это поставка Украине западного вооружения от Соединенных Штатов Америки. Получила Украины хаймарс-системы, реактивные системы залпового огня, которые, по словам военнослужащих, довольно эффективно решают поставку. Этим вооружением Пентагон намерен в ближайшие недели определиться с идеями возможного производства оружия для Украины и для американской армии. CNN об этом сообщает. Минобороны Соединенных Штатов рассматривают 1300 предложений от 800 компаний на изготовлении такого оружия. В первую очередь имеется в виду средства противовоздушной, противотанковой береговой обороны, беспилотно-летальных систем, систем защищенной связи. И говорят, что в Пентагоне ищут только тех производителей, которые могут воплотить проекты за 30 дней. Более сложные — за 180 дней. От месяца до полугода. Вы знаете, тут когда читаешь подобные точные данные, закрадывается мысль, а в Пентагоне не думают ли как раз об этих сроках окончания войны? Либо что, примерно от этого срока можно уже отталкиваться. Ведь получив «Хаймарс», военнослужащие украинские начали точечно бить по пунктам Российской Федерации, по их снабжению, по боевому комплекту. И, как говорят в стане российской армии, после ударов «Хаймарс», ну не паника, но, скажем так, серьезное беспокойство началось. От 30 до 180 дней. Вот этот срок, как вы на него смотрите? Ну, в принципе, это абсолютно нормальный срок. И это говорит о том, что Соединенные Штаты не собираются затягивать эту войну на годы. Они готовы решить эту проблему в течение вот этого указанного срока. И на сегодняшний день, кстати, очень интересный такой нюанс. Уже военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов раскручивается на полную мощность. Заводы нанимают людей и переходят уже на трехсменную работу по изготовлению того вооружения, которое будет либо поставлено напрямую в Украину, либо будет поставлено на склады взамен ушедшего в Украину вооружения. Так что, да, действительно, конец горячей фазы войны можно рассматривать в течение 180 дней. Олег, говорим огромное спасибо за ваш анализ. Всегда рады видеть вас в нашем эфире, в эфире информационного марафона Freedom. Спасибо вам. Напомню, что Олег Жданов, военный эксперт, был с нами на связи. Тем временем эфир информационного марафона Freedom продолжается. Продолжение следует...